В глубине клеточного ядра содержится генетическая информация, которая представлена в виде дезоксирибонуклеиновой кислоты, или коротко ДНК. Молекула ДНК состоит из двух нитей. Это двухцепочечная молекула, закрученная в виде двойной спирали. Каждая из двух цепей, составляющих ДНК, представляет собой полинуклеотидную цепь, то есть последовательность нуклеотидов один за другим. Нуклеотиды – это органические молекулы, которые состоят из пятиуглеродного сахара, фосфатной группы и азотистого основания. В ДНК пятиуглеродным сахаром является дезоксирибоза. Дезоксирибоза выглядит как пятиугольник, а кончики этого пятиугольника состоят из четырёх углеродов и одного кислорода. Пятый углерод находится вне кольца и связывается с фосфатной группой. Сахарный и фосфатный элементы одинаковы для четырёх нуклеотидов, из которых состоит ДНК. Разница заключается в азотистом основании, которое присоединено к первому углероду сахара. Есть четыре нуклеиновых основания, которые составляют и дают нуклеотидам ДНК своё имя – аденин или А, тимин или Т, цитозин или С и гуанин или Г. Структурно эти основания делят на пурины и перимедины. Пурины, гуанин и аденин состоят из двух гетероциклических колец, перимедины, цитозин и тимин состоят из одного кольца. Нуклеотиды связываются друг с другом, используя сахарные и фосфатные группы. Фосфатная группа на пятом углероде сахара одного нуклеотида, также называемая 5-штрихуглеродом, образует ковариантную связь с третьим углеродом на сахаре следующего нуклеотида, также называемый 3-штрихуглеродом. Это даёт каждой цепи ДНК сахарно-фосфатный скелет или остов, а также даёт направление. Одна из нитей проходит от 5-штрих конца к 3-штрих концу, а другая от 3-штрих до 5-штрих. Это делает ДНК антипараллельной молекулой, будто две змеи свёрнутые вместе, но смотрящие в разные стороны. Для формирования двойной спирали нуклеотиды используют свои основания А, Т, С и Г для образования водородных связей с основаниями на противоположной цепи. Основания образуют связи в соответствии с правилом комплементарного связывания оснований, согласно которому в ДНК А всегда соединяется с Т посредством двух водородных связей, а С всегда соединяется с Г путём трёх водородных связей. Водородные связи намного слабее, чем ковалентные, которые удерживают нити вместе. Поэтому они могут быть легко разорваны и преобразованы, когда ДНК транскрибируется в РНК или реплицируется во время деления клетки. ДНК – очень организованная молекула, потому что две нити обвивают друг друга один раз каждые 10 пар оснований. Такое скручивание и поворот заставляют молекулы ДНК развивать главные и второстепенные бороздки, которые являются большими или малыми промежутками между нитями, где белки могут связываться с ДНК, чтобы регулировать её функции. ДНК также является удивительно длинной молекулой – более двух метров в длину при полном её растяжении. Чтобы 46 этих молекул ДНК, то есть по одной молекуле на каждую хромосому, поместились в крошечное ядро, наши клетки производят несколько этапов упаковывания. Первый этап – это взять двухцепочечную молекулу и обернуть её вокруг специальных белков, называемых гистонами. Гистоны входят в группы по 8 штук, расположенные в 4 стопки по 2, и они заряжены положительно. Между тем фосфатные группы на цепях ДНК заряжены отрицательно. Эти противоположные заряды притягиваются, поэтому двойная спираль оборачивается дважды вокруг каждой группы из 8 гистонов, образуя нуклеосому. Нуклеосомы выглядят как бусы на верёвочке, и они могут плотно прилегать друг к другу и в дальнейшем упаковываться как волокна хроматина. Хроматин существует в двух вариантах – эухроматин и гетерохроматин. В эухроматине нуклеосомы упакованы более свободно, потому что он содержит гены, которые клетка часто использует для производства белков, необходимых для повседневной деятельности. А в гетерохроматине нуклеосомы упакованы более плотно, потому что он содержит гены, которые клетка использует редко или не использует никогда. На протяжении большей части жизни клетки хроматиновые волокна плавают в свободном состоянии внутри ядра, как лапша в супе. Однако, когда клетка готовится к клеточному делению, лапша становится более организованной, так что ДНК может реплицироваться, и каждая из двух полученных дочерних клеток получает идентичную копию генетического материала. До репликации лапша хроматина представляет собой одну хромосому, которая состоит из одной хроматиды, которая содержит одну молекулу ДНК. То есть всего 46 хромосом, 46 хроматид и 46 молекул ДНК. Во время репликации каждая хроматида копируется, то есть количество ДНК удваивается. Две полученные хроматиды идентичны друг другу и исходному генетическому шаблону, и они объединяются в центре, в области называемой центромером, но они всё ещё составляют одну хромосому. Таким образом, после репликации, несмотря на то, что внутри ядра по-прежнему имеется 46 хромосом, они состоят из двух хроматид, то есть по факту здесь 92 хроматиды, которые соответствуют 92 молекулам ДНК. После того, как клетка делится, сестринские хроматиды отделяются, и каждая дочерняя клетка получает одну хроматиду, состоящую из одной молекулы ДНК. Так что будут возвращены заветные 46 хромосом, 46 хроматид и 46 молекул ДНК, которые снова выглядят как лапша внутри ядра. Резюмируем. ДНК состоит из двух нитей, которые намотаны одна на другую, образуя двойную спираль. Основная часть молекулы – это нуклеотиды. Перемидины – это цитозин С, урацил У, который есть только в РНК, и тимин Т, а пурины – это аденин или А и гуанин или Г. Нуклеотиды имеют сахарную и фосфатную группы, которые образуют сахарно-фосфатный скелет ДНК. Нуклеотиды на противоволожных цепях образуют водородные связи, удерживая две цепи вместе. А связывается с Т, а С связывается с Г. ДНК оборачивается вокруг гистонов с образованием нуклеосом. Затем нуклеосомы конденсируются с образованием волокон хроматина. Хроматин конденсируется с образованием 46 хромосом. Продолжение следует...